Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Недавно мы были проездом в Болгарии. В Болгарии бываем часто, в принципе. В Болгарии есть очень интересная колбаска. Сыровял, называется Банский Старец. Мы постоянно себе покупаем пару палочек и наслаждаемся ее под пивко. Там она у нас как деликатес идет. В общем, последний раз я специально хвостик сохранил, потому что мы пока пробовали сделать этот Банский Старец. В общем, пока разбирались с рецептом, мы ее съели. Остался хвостик. Последний раз мы купили этот Банский Старец и нас ждало жесткое разочарование. Вот так вот выглядит этикеточка, а вот так вот выглядела колбаска. Оказалось, она с пороком. Причем с жестким пороком. Напоролись мы вот на такую. То есть она реально бракованная, она неправильно сделанная. Поэтому мы решили заморочиться, узнать рецепт и начать его делать самим, самостоятельно. Только бессонных ночей прошли за переводом рецептов множество рецептов с болгарского на русский. В общем, в результате мы сейчас делаем Банский Старец. Болгарская сыровяленая колбаса, которая традиционно делается в горных регионах. Кстати, если вы были в горных регионах Болгарии, эту колбасу вы там увидите, наверное, на каждом доме зимой висит, вяльется. Колбаска, это отличается очень ярким вкусом. Реально вот настолько ярким, что когда она лежит на мясной тарелке среди других разных вкусных колбас, она разметается просто первой. Действительно, вот мне она очень нравится. За счет чего это происходит? Кстати, аромат, вот в отличие от вида, в отличие от того, что она бракованная, аромат у нее не пострадал. За счет чего это происходит? Я же слюнки начал глотать, только понюхал, вы обратили внимание? За счет специй. Используем черный перец, горошек, зиру, тмин и фенхель. Все это потом немножко измельчим, только не будем измельчать в пудру, а измельчим чуть-чуть в ступочке. И вот за счет этого невероятного набора специй получается просто потрясающий вкус колбасы. В первую очередь, друзья, как для любого сыровяла, нам надо засолить мясо. Мясо режем на кусочки, где-то 2-3 сантиметра. Я не сказал по поводу сырья для колбасы. Для приготовления банского старца используем свинину. Берем нежирную свинину и вот такой вот очень-очень жирный почеревок. Используем примерно в соотношениях 50 на 50. Нашли очень много рецептов, то есть ГОСТа, как это деревенская колбаса, естественно ГОСТа нету. Поэтому некоторые пишут 40% жирной свинины, 60% постной. Некоторые пишут 60% жирной, 40% постной. В общем, мы решили с Ларисой сделать золотую середину. И получилось вкусно, поверьте. Для засолки используем нитритную соль. Чистую нитритную соль без добавления поваренной. Содержанием нитрита натрия 0,5-0,6%. Правильно, Лариса, все время путаю это содержание нитрита натрия. И сахар. Вообще, количество всех специй, которые мы будем использовать, нитритной соли, сахара, из расчета на 1 кг сырья, вы найдете в описании этого видео. Смешиваем соль с сахаром. И теперь засолим наше мясо. Нам очень важно, чтобы мясо хорошо просолилось. Поэтому засаливать буду так вот. Выложу вначале эту. Я не кубиками ее, а плоскими порезал, такими полосками жирную свининку. С одной стороны. Потом с другой стороны. Чтобы каждый кусочек нашего мяса получил свою порцию соли. Теперь потихонечку сюда постное мясо ввожу. Очень часто задают вопрос, пользуемся мы и что мы думаем по поводу стартовых культур для сыровяна. Я пока буду тщательно перемешивать, тщательно тут ключевое слово. Можно использовать стартовые культуры, но я считаю, что использование стартовых культур это мое личное мнение. Кто-то скажет, что я не прав, кто-то подумает над этим. Мое личное мнение, что использование стартовых культур приближает нас к магазинной колбасе. Да, мы используем культуры, которые ускоряют процесс вяленья колбасы и делают его более прогнозируемый. Но вы знаете, что наша колбаса будет готовиться месяц. Колбасу промышленных на мясокомбинатах ЦРЛ делают в течение недели, используя стартовые культуры и еще определенные наборы добавок. Поэтому мое мнение, то есть с стартовыми культурами, да, легче, более прогнозируемый результат. Но мое мнение, чтобы сделать, во-первых, хорошую, качественную колбасу, аутентичную, такую, как она должна быть, а во-вторых, полезную и здоровую, надо отказаться от всего этого, от всех этих пережитков цивилизации. И так мы используем вместо селитры, по большому счету, нитрит натрия. Селитра это, по-моему, нитрат натрия, если я не ошибаюсь, не буду. В общем, друзья, перемешали все мясо, чтобы оно хорошенько просолилось. Утрамбовали его обязательно, утрамбовали хорошо в той посудине. Я его сейчас переложу из этой посудины. Нам лучше, чтобы площадь контакта мяса с воздухом была как можно меньше. Поэтому я сейчас переложу в кастрюльку, чтобы оно там было набито. Вот, а это верхняя, верхняя площадь, не такая большая была. И в холодильник его на неделю при температуре 4-5 градусов. Пусть засаливается. А через неделю увидимся. Через неделю мясо засолилось, и приступим к обработке. Первое, что хочу сделать, это измельчить специи. Не измельчаю их... Сейчас расскажу вначале. Не измельчаю их на кофемолке, потому что не хочу их превратить именно в пыль. А хочу их немножко растолочь, чтобы они просто раскрылись. Поэтому сделаю это в стук. Вначале мелкие. Потом перец. Боже, какой запах! Это просто невероятно! Вот примерно вот так вот. Что-то растолклось, что-то нет. Ничего страшного. Главное, что основное измельчилось. Вот такие вот получились немножко измельченные специи. Теперь приступим к мясу. Видите, какое оно? Вот почему я говорил. Вот смотрите, то мясо, которое соприкасалось с воздухом, оно немножко потемнело. А то, которое внутри, какое оно яркое. Хорошо просолилось наше мясо. В первую очередь, отбираю нежирную свинину. Измельчу ее на мясорубке с решеткой с диаметром отверстия 4-5 миллиметров. Жирную свинину измельчаем на самой крупной решетке. У меня есть вот такая решетка с диаметром отверстия 20 миллиметров. Можно туда засунуть палец, потом включить мясорубку. И вуаля! В общем, используйте самую крупную решетку, которая у вас только есть. Видите, какое мясо получается? Оно получается как резанное. После того, как все мясо измельчено, друзья, его надо хорошенько вымешать. Причем для сыровяняных колбас эта процедура очень-очень важна. И вымешивание должно быть очень качественное, очень тщательное. То есть, вот я сейчас буду вымешивать его не меньше 5-7 минут. Отправляем весь фарш в чашу миксера. Если у вас нет такого миксера, друзья, можно это сделать небольшими порциями ручным миксером. Сюда же отправляем специи. Нам их надо хорошенько вмешать в фарш. И вино в количестве, ну, согласно исходного сырья. Начинаем вымешивать. Вымешивалось 5 минут и получился вот такой вот совершенно однородный фарш. Это и есть вымешивание до белых волокон. Видите, мясо стало белесое такое. Это даст нам равномерную, ровную, красивую структуру нашего будущего сыровяла. Перемещаем фарш в шприц для набивки колбас и приступим к набивке. Поместили в фарш шприц и будем набивать наш банский ставец. Смотрите, сами колбаски, они делаются небольшой длины, где-то 20 см. Поэтому нарезали оболочку длиной 30 см, чтобы была возможность зафиксировать краешки. Используем коллагеновую оболочку диаметром 45 см. Коллагеновую оболочку для сыровянных колбас калибром 45 мм. Давайте приступим к набивке. Обжимаем оболочку и стараемся набить как можно плотнее. Достаточно варить по длине. Вот такие они должны быть. Она не должна быть очень длинная. Свостики такие фаршки. Ну, ничего страшного. Вот они вот такой вот длины, да, где-то, я же говорю. Равномерно хвостики распределим. Ну, давай. Набивку лучше производить вдвоем, потому что сыровян надо набивать, ну, так, очень плотненько. Точно так же набьем остальные колбаски. После того, как все батоны набиты, их необходимо перерезать. Для этого берем батончик. С двух сторон подкручиваем его в разные стороны, чтобы немножко уплотнить. И хорошенько, опять же таки, с двух сторон, вот так вот я беру их, в несколько раз обматываю, чтобы было плотный узел. Опять подкручиваем батончик. Нам нужна очень-очень плотная набивка. И перевязываем с другой стороны. Точно так же, друзья, перевяжем все батоны. После того, как все батоны обвязаны, проводим ревизию на предмет наличия воздуха. Если обнаруживаем где-то пузырьки воздуха, прокалываем их иголочкой. Вот у нас пузырьков воздуха практически нет. Если где-то совсем маленькие, то их можно не трогать. А если где-то существенные, то лучше проколоть. Чтобы в последующем сама колбаса была красивой и не имела никаких пустот. Далее, друзья, оставляем колбасу при комнатной температуре, подвешиваем ее вот таким вот образом за хвостик. И на сутки при комнатной температуре оставляем на ферментацию и осадку. Желательно, чтобы она в это время и подсыхала. То есть, желательно помещение такое, со сквознячком немножко. А завтра я вам расскажу, что с ней делать дальше. На следующий день колбаска выглядит вот так. Вот она ферментировалась, приобрела красивый цвет. И самое главное, она уплотнилась. Вот смотрите, почему я говорил, что надо подвешивать. Видите, вот, допустим, эта колбаска, она была набита не сильно плотно. И сверху образовалась пустота. То есть, она под своим весом как бы самопрессовалась вниз. Теперь, перед тем, как отправлять ее уже на созревание, надо здесь еще завязать узелок. То есть, уплотнить ее. Вот такой вот эффект мы получаем. Теперь, друзья, мы приступаем к самому нудному, но в то же время самому важному процессу в приготовлении нашей сыровяленой колбасы. Это непосредственно вяленье. Смотрите, желательно, чтобы колбаса вярилась в вертикальном положении. То есть, идеальные условия. Мы подвешиваем колбасу в камере для сыровяла или в холодильнике. Температура должна быть 10-12 градусов, влажность 75-80%. При этом, желательно, чтобы в холодильнике время от времени включался обдув. Но я понимаю, что для многих эти условия недостижимы. У нас есть специальная камера для приготовления. Как же быть тогда? Тогда можно вялить в обычном холодильнике. То есть, вот она у вас отвиселась. После этого берем пищевой контейнер. Чем больше он по размеру, тем лучше. У колбасы будет возможность, ну, в контейнере будет циркулировать воздух. И помещаем нашу колбасу в этот контейнер на верхнюю полку холодильника. Раз в день, где-то, то есть на верхней полке холодильника у нас обычно температура 5-6 градусов. Контейнер нужен для того, чтобы колбаса не получила закал. То есть, чтобы не получилось так, что верхняя часть колбаски, ну, верхний слой быстро высохнет. И процессы вяли не остановятся. Влага из середины не будет выходить наружу. Вот. Поэтому в контейнере будет создаваться оптимальная влажность. Раз в день, каждые сутки, где-то на час, извлекаете колбасу из контейнера. И просто вывешиваете в комнате, чтобы она повисела, немножко обдулась ветром. И вот таким вот образом вы получите тот же результат. Процесс вяления занимает в среднем 3-4 недели. То есть, оптимальный результат получается через 4 недели. Через 5 недель колбаса становится уже такой достаточно твердой. Через 6-7 недель начинает засыхать. Получается такая суперсухая сырокопченая колбаса. Ой, сыровяленая, прошу прощения. Вот. То есть, оптимально мы эту будем вялить 4 недели. Поэтому, естественно, через 4 недели, ровно через месяц, вы увидите дегустацию этой колбасы. Разрез ее. Мы покажем, что у нас получилось. И даже попытаемся вместе с Ларисой рассказать, какое оно на вкус. Какая она на вкус? Это не какое, это какая. Ну, колбаска получится очень вкусная. Она нам очень нравится. И поверьте, дорогие друзья, попробуйте приготовить такой сыровялен. Вам тоже очень понравится. За счет этих специй колбаса получается очень-очень необычная. Ну, просто неповторимый вкус. Реально стоит попробовать. Рецепт колбасы мы, как обычно, с удовольствием представляем, так сказать. И если есть какие-то вопросы по приготовлению, пожалуйста, комментарии открыты. С удовольствием отвечаю на все вопросы. Если нет вопросов, просто хочется пообщаться, пишите просто так в комментариях. Пообщаемся. Тоже с удовольствием это делаю. Друзья, а на этом мы с банским старцем, ну или с колбасой сыровяленой по-болгарски, но все-таки она банский старец или болгарский старец, так будет более правильно, заканчиваем. И будем готовить, естественно, с Ларисой для вас новые видео. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok